Едем искать кетчуп. Тайник, который называется Вассершпиле. Вассершпиле почему-то, а не шпиль. Получается это водные игры. Их там два. Надо короче найти сначала Вассершпиле 1. А, даже не так. Я думаю это фонтан. Надо знать сейчас первые координаты у нас. Мы приезжаем туда, там кетча нету, там надо взять... Кисель не сбивает. Я вам действие стратегии отрисую на столике, пока мы ждем вафли с Киршей Зан. Вот здесь вот, в Рододендо парке, в Гранд Мюридзе мы наконец-то вот они открыты. Наконец-то мы заказали вафли. Вафли всегда так звучит по-дураски. Я начинаю позориться на ровном месте. Доится. Вот. И значит, Кисель, смотри, стратегия такая. Мы приезжаем по координатам, которые сейчас есть. Вассершпиле 1. Там, в этом месте, мы должны взять числа, недостающие числа в координаты настоящего тайника Вассершпиле 1. А там уже мы должны взять... На улице что? 9 градусов, а 9... 16, не обманывай. 9 баллов. На улице, на минуту. Кися, а когда мы найдем? То есть, сначала мы сейчас едем по координатам, где нету тайника. Мы там должны взять недостающие числа, вставить в координаты Вассершпиле 1, найти Вассершпиле 1 и там взять числа для Вассершпиле 2, который расположен 2,5 километра от Вассершпиле 1. Вот такой вот у нас план. Сейчас мы в Гранд Мюридзе, заехали в Радуденте парк, пьем кофе и обсуждаем стратегию нашу дальнейшую поиску тайника. Мы приехали, мы на велосипедах, вон они стоят. Вот. Вот она. Вафля с Кирш... Лаувер Кирша и Зана. В Радуденте парке. Валили красиво. Так. А меня Ира предупредительно накормила каким-то салом. Которое она, чтобы не накидывать, отдавала. Я его съел и сейчас практически не хочу есть. Так аппетитно выглядит. Потому что мне начинает закрадываться зависть потихоньку. Так как ты любишь... А сегодня погода как я люблю. Ветер. Ураган. Ураган. Окей. Еще раз. Мне кажется там был ветер возле этой... возле этих вафлей. Там ничего слышно не было. Едем мы искать Кетчи 2 сразу. Это тайники не самые простые, но не самые сложные. Это такие с знаком вопросика тайники, в которых надо что-то поискать, какие-то цифры, данные найти, вставить, координаты. Все вот так вот. Все это не совсем просто. Машина. Тут нам налево. Вот. Тайники называются Wasserspieler, eins, Wasserspieler, zwei. И на какое-то дело, кстати, что это. Я думал, это просто не горлотый. Это фонтан. Вот. В общем, в первом нам надо найти сейчас, приехать по координатам. Там найти цифры, недостающие в координатах первого тайника Wasserspieler, eins. То есть мы должны сейчас приехать по координатам, найти там цифры. Шесть цифр, я так понимаю. Или три, потому что там координаты, которые состоят, ну, как бы, широта толкота. Каждый состоят из семь цифр. И в первой широте не хватает три цифры. И в долгой тени хватает три цифры. И мы на месте уже почитаем еще раз. Возможно, это нам нужно только три цифры. Возможно, шесть. В общем, нам надо сейчас приехать по координатам, найти либо шесть, либо три цифры. Это мы уже там посмотрим на месте. Вставить их уже в основные координаты и найти тайник. Первый тайник. А с этого первого тайника нам нужно взять числа для второго тайника. И вставить в координаты второго тайника. Вот такой вот у нас план. До Граль-Мюрица мы доехали на машине. Поели там вафли, попили кофе. И там пересели на велосипеды. И едем искать тайники. Сегодня воскресенье. Погода очень и очень ветреная. Но здесь в лесу ветра уже нет. Лес этот возле моря прямо. Ну, в лесу ветра нет. Температура хорошая. Шестнангалцев. В общем, нормальная погода. Едем искать. А завтра поедем на Рюгинг. На смотровую площадку в Проре. Там такая известная, в общем, площадка смотровая. Мы сегодня пытаемся загорелись и попасть. Пойдем завтра уже едем. Точно решили. И там по месту тоже ищем пару тайников. Покатаемся на велосипедах. Все. Пойдем. 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 Субтитры подогнал «Симон» Приехал бы к болоту, увы, навигатор ведет вот через вот это болото. Мы уже здесь раз были, когда мы ездили в Арнемюде с Ирой, в Росток. И мы вот тоже точно вот здесь остановились тогда, не поехали дальше. Вот на эту смотровую вышку мы заходили. Это было в прошлом году. Это было в прошлом году. Не знаю, записывалось, нет. В общем, мы приехали к болоту. Навигатор нас везет через вот это болото. Это настоящее болото. Вот ребята только что пришли оттуда. И они прошли пешком. Хотя вон знак, что пешком, не на велосипедах, нельзя туда идти. Хотя следы, которые мы с кедра смотрим. И они сказали, что там мачеха, не успокоится, но идти можно. Я говорю, а с велосипедами? С велосипедами тоже, но надо будет очень позавидеть, чтобы с велосипедами там пройти. В принципе, я бы прошел, но Ира вот ни в какую просто не хочет. Поэтому нам сейчас придется это все дело объезжать. И вот точь-в-точь прошлогодний сценарий. Мы точно так же, что надо сюда. Сюда. Сюда нельзя говорить? Приехали и объезжали. Я не помню, слева надо объезжать? Слева. Ну, вот смотри, даже велосипедные следы есть. Я вижу, там знаки пешеходам тоже нельзя, тем не менее, люди ходят. Красивый выход, здесь так подвозились. Тянут. Пошли объезжать. Объезжать, не объезжать. Объезжать. Как выезжали? Объезжать, это же, блин, объезжаешь? Ну, вон, где объезжать, не нужно в прошлый раз объезжать. Ну, брось. Все, поехали. Здесь, наверное, здесь. Видимо, есть у тебя. Погнали. Здесь, наверное, что-то. Ну, давай хотя бы 5-й найдем. Там, между первым и вторым, 2,5 километра. Вот начинаются торги, начинается нытье. Вот оно, уже все началось. А как пела в будни? На все, согласна. Не буду торговаться. Не буду ездить. Все. Выдал. Так, мы приехали на место. Координаты ведут конкретно к этому знаку на этой вот парковке. Мы уже почти до самого Варнемюнда доехали в Ростоке. Нам пришлось объезжать это болото, и мы дали хорошего круголя. Километра на 4. И тут какая-то странная история. Тут надо в этом месте найти недостающие цифры. А где они здесь? Непонятно. Что скажешь? Вот мы сейчас читаем задания и будем думать, что дальше делать. Еще, кстати, написано, что комары. И вот если портить я уже отказываюсь на задание с ней. А, посвесть, что придет сейчас у тебя. Нету, но я, потому что ты даже немножко надеждаешься на задание. И все, вот здесь. Слушайте, ничего. Дым в геналке. А когда он в том, что ты не показываешь, где дым в геналке. Все отступится вокруг этого, мне кажется. И все, что здесь есть, это вот этот столбик 20-яра ростока, 20-яра ростока, клуб, футбольный клуб, может. 2000-7. Какие здесь еще числа есть? А нам нужно XXX. Два раза XXX. То есть, я понимаю, нам нужно превзрачивать школьники. Больше числа. Ничего нет. Выходите, кстати. Всё. Надо пробовать. Я не могу выиграть. Я не могу выиграть. Если по сути, в чем. Не могу выиграть. Ладно, тогда мы вернемся сюда еще раз на машине, здесь спортплат большой, приедем сюда на машине с велосипедами и будем искать, может какие-то наводки, спросим у людей, которые уже нашли и уже отсюда поедем на велосипедах искать все два. Едем обратно, мы не нашли тайник и парковка у нас уже закончилась, до 6 часов стояла парковка, когда грузится на машину, уже шерсть, а мы еще не будем получаться, видим, почему парковка у нас уже закончилась, а мы сейчас едем на штраф. А? Что? А я знаю, откуда мы выезжали? По-другому едем? Нет, мы точно так же ехали, мы же по этой дороге ехали. Мне кажется, мы там, вон по дороге. Не, ну карта вон, я смотрю на карту, вон смотри. Да? Да, он наймал эту дорогу, все правильно мы едем. Ера переживает, что скорость теплеет, там там через лес еще либо слезак и жадности рекомендуют. И она очень переживает, что не сцепляет сейчас уже, потому что она боится этих капитанов. Я еще на нее потраплю ниже вверх на сквель, потому что она еще посмотрела, насколько темнеет, что это темнеет, просто по-моему, что-то случится, она уехала через лес. Все, все, извините, ничего не нашли, к сожалению. Страшно, правда, не катаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА